Это Город Лайф и мы продолжаем, друзья. Прямо сейчас со мной в студии находится Елена Каплич, коуч, организатор женских пикников. Сразу первый вопрос. Мужчинам нельзя приходить на женские пикники? Мужчинам ход воспрещен. Почему? Ну, это женская тема, где девочки отдыхают, наполняется энергией для того, чтобы прийти к мужчинам и порадовать их. А вот более подробно, можно как-то описать женские пикники? Конечно. Женские фото-пикники – это новый проект, который у нас родился этим летом. Заключается он в том, что мы не просто делаем фотосессию красивым девочкам, мы больше работаем над тем, чтобы их психологически расслабить, наполнить их жизнепраздничной суетой, красивой обстановкой. И после этого уже происходит сама фотосессия. То есть девочки не просто фотографируются, они занимаются тем, что общаются между собой, ознакомятся. У них начинаются новые взаимоотношения, контакты, кто-то кому-то становится полезен. И плюс к этому мы с ними работаем также еще по фотопозированию. В 15 лет в танцевальной деятельности дает свои плоды. То есть перед тем, как начать фотографировать девушек, мы объясняем им, как это делать, как встать, как красиво повернуть голову, как улыбнуться, как посмотреть в камеру. Ну, девочки воспользуются этим. Мне на самом деле казалось, что женские пикники – это немножко другая тема. Это когда собирается количество людей, там, от 2 до 5, может быть, 10, может быть, 15 человек женского пола, и, собственно, разводят пикник. Огурцы, помидоры и тому подобное. А это, оказывается, все-таки фотосессия. Да, это фотосессия. У нас есть пикник, но там не огурцы и помидоры, а шампанское для тех, кто за рулем гранатовый сок, фрукты. А почему гранатовый? Он очень похож на вино. И поэтому. И для тех, кто не хочет напиваться в кадре, мы делаем так, чтобы была альтернатива, и чтобы это был гранатовый сок. На самом деле, друзья, мы не призываем никого употреблять алкогольные напитки, потому что это вредит вашему здоровью. Конечно. Ну, собственно, что касаемо ваших фотосессий, вот если бы, допустим, я был женского пола, да, пришел к вам, вот чем вы отличаетесь от других? От других фотосессий. От других фотосессий, конечно. Во-первых, мы работаем командой. У меня в команде есть партнер. Это Катерина Селивохина, она фотограф и очень-очень давний мой друг-соратник. И когда мы придумывали эту тему, то история была такая, что мы хотели, чтобы это было именно как женский праздник. Так. То есть мы делаем такой маленький утренник. Так как пикники проходят больше, скажем, в утреннее дневное время, то у нас родилась идея сделать для девочек такой утренник, потому что чаще всего девочки у нас либо мамы, либо занятые женщины. И именно место, где им можно было бы расслабиться, немножко похулиганить, посмеяться, выпить бокальчик минералки, гранатового сока, такого места не было. И вот мы решили такое место сделать. И плюс к этому, так как образование у меня психологическое, то часто я девочкам даю какие-то советы по тому, как расслабить лицо, по тому, как себя непринужденно чувствовать в кадре. И периодически для того, чтобы фото-пикник не напоминал фотосессию, где каждый ждет своей очереди, мы с девочками ведем какие-то беседы, проводим женские практики, наполняемся энергией солнца, которая уже закончилась. И таким образом у нас проходит все это легко, непринужденно. И девочка, когда заходит уже на свою часть фотосессии, она заходит уже так, как будто бы она всю жизнь занималась модельным бизнесом и позировала перед камерой. То есть тот час, который требуется девочке на то, чтобы, скажем, прийти в себя и сделать красивые кадры, расслабиться, его у нас нет. У нас сразу девочка-звезда. Не могу не спросить, где вы обучались мастерству позирования? Танцевальная школа. И все. То есть получается, этого достаточно для того, чтобы, собственно, покорять, ну, скажем так, модельный бизнес. Ну, более-менее. Да, 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 да. На любительском уровне все это проходит или все-таки это профессиональная фотосъемка? Фотосъемка, она профессиональная, но уровень фотопозирования, который мы даем девочкам, он, конечно, больше идет любительского плана, потому что надо создать определенное настроение и ощущение, что она может, она звезда. А чем сейчас вот ваша организация в составе девушек, которые вас посещают, удивляет клиентов? Может быть, есть какие-то акции, есть какие-то скидки, вы даете какие-то напутственные, там, возможно, сертификаты и тому подобное? Да, да, мы даем сертификаты, то есть нас можно купить, но нельзя продать. Да, нас дарят на день рождения, нас дарят в качестве какого-то просто презента. Бывают девочки, которые приезжают из других городов, они находят нас и приходят к нам на фотосессии. Вот у нас москвички были они так давно. Этим мы отличаемся, наверное. Ну, как, есть такое отличие от других. И плюс к этому, что у нас есть, у нас планы, конечно, на жизнь. Да, так как у нас осенний период, и это уже другие фотосессии, то мы своим девочкам предлагаем бизнес-контент, который разрабатывается с учетом, скажем, психологических особенностей клиента, направленности его бизнеса. И все это сочетается с фотографией, с фотосессией. То есть мы делаем такой контент, где потом девочка может спокойно позиционировать себя как бизнес-леди именно своего направления. Помимо этого у нас будут фотосессии в Листве, будет готовиться шикарная фотосессия. В Листве это будет тоже пока фото-пикник, но, скажем, на смену нашему... Летом в сене, то бишь осенью в Листве. В Листве, да. И помимо этого, конечно, у нас будет там уже облепиховый вкусный чай. Так что... Уже не гранатовый сок. Уже не гранатовый сок. И у нас, как то в Турции, все включено. Мы девочек доводим до места фотосессии, также забираем, привозим их обратно. То есть девочке можно действительно полностью расслабиться, получить максимум удовольствия от данной поездки. Ну и о коллективе, с которым вы работаете. Понятное дело, что у вас есть партнер, да, помощница, которая помогает вам в вашем бизнесе. Может быть, есть еще люди, которые вы хотите выделить, к примеру, как-то обозначить? На самом деле, помимо того, что мы работаем с Катериной Селеохиной... Катя, привет! Я думаю, ты нас смотришь. Мы воспринимаем каждого человека, каждую девушку, кто к нам пришел, нашим партнером. Почему? Потому что создать хорошее настроение можно всегда только, когда мы делаем шаг навстречу друг другу. И когда мы с Катериной делаем все для того, чтобы девушка была расслаблена и естественно, и красива, то очень приятно, когда девчонки на это откликаются с удовольствием и делают к нам шаг навстречу. Поэтому в данном случае каждый наш клиент является наш дополнительный партнер. Хорошо. Ваша организация, вот вас двое, да? Двое. Да. Вот если вдруг попадется клиент, который закажет у вас фотосессию, либо для него закажет фотосессию, есть ли вариант того, что этот человек может попасть к вам в группу, дружить с вами и, собственно, заниматься тоже этим же самым бизнесом? Конечно. Сложный вопрос. Вопрос, конечно, интересный, но смотря, что человек из себя будет представлять. Мы, конечно, с Катериной держимся вдвоем, но если вдруг у наших партнеров, так сказать... Ну, допустим, 100 тысяч рублей скажут. Вот я сейчас вкладываю ваш бизнес. Отлично. Мы берем 100 тысяч рублей и смотрим... Ну, не берем, как раз таки, собственно... И смотрим, кто еще может быть полезен, да. Хорошо. Как вас найти? Нас можно найти в Инстаграме, на странице Елена Каплич и на странице Катис Фотография. Вот мы вдвоем рекламируем данный проект и чувствуем себя при этом превосходно. Ну, замечательно. Ну и ваше пожелание телезрителям. Возможно, сейчас у экранов телевизоров находятся те самые прекрасные дамы, которые хотят сделать фотосессию, в конце концов, и поучаствовать в женском пикнике. Ну, хочется пожелать, так как у нас все девочки, даже если вам 50, даже если вам 65, такие девочки тоже есть, хочется пожелать вам красоты и достижения своих желаний. Не бойтесь приходить, не бойтесь фотографироваться. Всему, что можно вас научить, мы научим, расслабим, накрасим. Если надо, сделаем все в лучшем виде, чтобы вам действительно понравилось у нас находиться. И звоните, пишите. Мы в Инстаграме. Замечательно. Еще раз напомню, что у меня в гостях была Елена Каплич, коуч, организатор женских пикников. Почему бы, собственно, и нет? Если кто-то думает, рассуждает на тему того, какой подарок подарить своей второй половинке, я думаю, что можно обратиться реально в эту прекрасную организацию для того, чтобы они сделали для вас, для вашей второй половинки праздник, собственно, правильно? Да, утренник. Утренник, праздник. Да, называйте, как хотите. Но, может быть, есть и номер телефона, по которому можно позвонить, помимо того, чтобы писать в соцсетях. Да, его диктовать? Можете продиктовать. Возможно, кто-то, ну, у кого-то нет в Инстаграм, допустим, например, да, кого-то нет в ВКонтакте. Хорошо, я тогда медленно буду проговаривать. Давайте, прямо с восьмерки начинайте. Да, 8, 9, 5, 2, 3 единицы, 1, 1, 1, 7, 2, 8, 5. Ну, давайте еще раз, только вот 3 единицы, а потом уже дальше номер. То сейчас наберут 3 единицы, потом 1, 1, 1. То есть сначала 8, 9, 5, 2? Конечно. Ого, хорошо. 8, 9, 5, 2, 1, 1, 1, 7, 2, 8, 5. Все, замечательно. Друзья, ну, а мы продолжаем далее. Ну, и, конечно же, после небольшой рекламы вы увидите интервью Дениса Соландина, солистом, набирающий сейчас популярность группы под названием «Не говори маме». Все это после рекламы, не переключайтесь.